всем добрый день сегодня будем делать топленое масло с магазинного сливочного масла с килограмм у меня получилось здесь 500 грамм и здесь 300 и того 800 грамм у меня получилось с килограмма сливочного магазинного масла кому интересно как я делала оставайтесь со мной будем делать масло вместе и так я взяла сливочное масло комнатной температуры ровно килограмм поместила в небольшую кастрюльку в другой кастрюле побольше уже закипает вода сейчас сверху той кастрюли поставлю и получается это будет водяная баня и так на водяной бане примерно 1 час масло наше будет топиться и так вода закипела ставим другую кастрюльку меньшую с маслом вверху образовалась пенка берем аккуратненько ее снимаем внизу должен образоваться осадок который мы потом удалим конечно честно сказать топленое масло я делаю с магазинного масла но которое мне кажется неплохим по качеству раньше я делала топленое масло но всегда с масла домашнего а вот с магазинного делаю первый раз так что вот такой эксперимент посмотрим годится ли магазинное масло хотя конечно магазинное масло тоже бывает разного качества разной цены но это вот как говорится такое нормальной цены и как будто бы хорошего качества но мы посмотрим сколько у нас получится масло топилась целый час вот столько я сняла пенки осадок внизу но правда прозрачным масло так и не стало ну что ж будем дальше делать все как положено потом посмотрим какое получится у нас масло вот таким образом можно оценить какое масло вы покупаете сделали топленое если хорошая получилось много значит масло хорошая посмотрим какой будет выход так сливаю в чистую баночку аккуратненько чтобы не задействовать нижний слой осадок так больше уже половником не получается верхнюю часть снимать потому что именно перемешивается с осадком так ну ничего страшного все так и должно быть значит баночка 700 миллилитров прилично не знаю сколько но потом все можно взвесить просто в граммах взвешу для интереса сколько же получится с одного килограмма именно магазинного масла сколько получится топленого так но это убираю в холодильник застынет и потом покажу следующее действие прошло время масло в холодильнике застыло делаем отверстие до дна и сливаем весь вот этот осадок еще пожалуй сделаю отверстие чтобы уже наверняка все стекло этот осадок можно не выкидывать можно использовать выпечки это молочный белок ничего плохого в нем нет но как бы вот у некоторых есть аллергия на него почему-то но это редкое заболевание так это масло можно разогреть и опять потом слить если образуется еще осадок но я не буду уже его разогревать она вот такие кусочки посмотрим что у нас тут внутри да тут немножко есть конечно осадочек и я просто буду его использовать в ближайшие дни в кашу в картошку выпечку да куда угодно она душистая не сравнить которое было масло сначала там и пена была и просто влага испарилась так как мы топили это масло целый час так сейчас взвешу сколько у нас получилось масло в баночке я взвесила полкило и эти кусочки сейчас взвесим так взвесила значит тут 500 грамм и здесь чистого веса 300 грамм и того с килограмма получилось 800 грамм ну неплохое масло она же магазинная нужно не домашняя для магазинного нормальный результат я считаю так ну это масло будет стоять у меня долго в холодильнике ну по крайней мере может стоять долго а это буду уже сегодня использовать и в кашу и выпечку буду использовать на таком маслице все вкусно топленое масло можно использовать не только в пищу но можно использовать в косметологию допустим у вас шершавые ручки да и ручки можно смазать и пяточки можно таким маслом смазать и даже с такого масла можно сделать полезные такие даже лекарственные лечебные мази на таком растопленном теплом масле можно настаивать например календулу ромашку попробовала масло вкусное вкусное на вкус ну когда нибудь сделаем с домашнего такие крупиночки и душистые на сегодня все до свидания всего доброго до сих пор